Спасатели МЧС и местные жители защитили от природного пожара поселок Овражный в Дзержинском районе Волгограда. Сообщение о возгорании травы около населенного пункта поступило на пульт дежурного сегодня около полудня. Огонь распространился на площади в 500 гектаров. Подтушили это возгорание, опять пошло. Вот так, ликвидируя очаг за очагом, жители поселка Овражный вместе со спасателями отбивают огонь, который все ближе и ближе подбирается к их домам. В ход идет не только спецтехника, но и подручные материалы, лопаты, ведра с водой и даже куртки. Люди прекрасно понимают, если удастся подпустить огонь хотя бы к одному подворью, то не ровен час, что сгорит весь поселок из 13 домовладений. Дом этот гореть начал, вот посмотрите, все сгоревшее, еще дымится. Вот мы сами тушили, помогали вместе с ними. Вот здесь тушили, вот этот дом, вот если бы он загорелся, это и спал сложенный, это все, ветер весь сюда идет. Пока мужчины помогают спасателям в борьбе с огнем, женщины и дети пережидают ЧП на улице. В дома люди заходить попросту боятся. На всякий случай уже собрали документы и вещи первой необходимости. Собрали, конечно, документы, детей в первую очередь, детей у меня трое в одном доме. Котят схватили, больше всего маленькая перепугалась, небо черное, все накрыло. Возгорание совсем рядом с Овражным жители поселка увидели около 12 часов дня. Задымление пошло со стороны степи. К месту ЧП сразу же прибыли больше 10 пожарных расчетов. Руководством по ликвидации пожара лично занялся главный спасатель региона Олег Гребенюк. Пускай он следует в ту лесополосу, где работает наш расчет 15-й части, с военными. Я понял. В результате от огня пострадала площадь в 500 гектаров земли. Обгорели и хозяйственные постройки Овражного. Тушение сильно затруднял шквалистый ветер. Он то и дело поднимал тлевшую траву и перекидывал ее на новые участки. Одну из задач, которую поставил Олег Гребенюк, подчиненным не допускать подхода пламени не только к поселку, но и на электрическую подстанцию. На эти цели как раз и были брошены почти все силы и средства. Работает порядка 20 единиц пожарной техники, практически из всех подразделений Волгограда, плюс водный отряд, плюс очень серьезная, с хорошей подачей воды насосная станция и рукавный ход. Порядка 70 человек личного состава. Причины пожара дознавателями будут уточняться. Но по словам местных жителей, кто-то поигрался с ракетницами, потому что видели ракеты, которые падали в сухую траву. Версию жителей Овражного обязательно проверят. Сам же крупный пожар удалось ликвидировать спустя 4 часа. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.